На дворе сейчас 2019 год, а я, когда езжу на моноколесе, до сих пор не перестаю получать такие вот вопросы. А чё это за штуковины? Где ты вообще на ней научился ездить? Где, где? В цирке, блин! Или вот такой. Как это работает? И вообще-то этим хоть как-то управляешь? Ты чё, не понимаешь? У меня в кармане смартфон лежит, и я там показываю, куда ехать. Ну или мой самый любимый. Эээ, смотри, вон дядька на крышке от люка поехал. Без комментариев. Попытки обуздать одноколесные транспортные средства начались ещё в 19 веке. Оно и понятно. Отсутствие клиренса давало фактически непревзойдённую проходимость при достаточно высоком КПД. Ну и расплачиваться за это приходилось весьма серьёзно. Такой аппарат был неустойчив ни по продольной, ни по поперечной оси. Изобретений, удачных не очень, было очень много. Даже Леонардо да Винчи приложил к этому руку. Ведь именно по его эскизу была спроектирована диносфера, столь нашумевший одноколёсный автомобиль. Сам издатель Джон Арчибальд Первис был уверен, что именно с одноколёсным транспортом будущее, назав разработку движением в простейшей форме, позволяющим экономить энергию. Но побочные эффекты не заставили себя ждать. Здесь хромалое управление, особенно на высоких скоростях. Было трудно тормозить этот автомобиль, потому что оно в принципе непонятно как. Ну и конечно, что говорить об обзоре, когда перед вами собственно вот это колесо. Вообще разработок было достаточно много, и только с середины 19 века было запоминтитовано более 50 проектов одноколёсных транспортных средств. Но ни одно из них так и не возымело должного успеха. Идея разместить электродвигатель внутри самого колеса была прорывным этапом с точки зрения развития одноколёсного транспорта. С совместно с новыми технологиями, с литиевыми аккумуляторами и современной электроникой, это привело к тому, что уже в 2009 году началось промышленное производство моноколёс, которые в принципе выглядели так же, как наше современное колесо. И уже буквально спустя три года моноколёса получают широкое распространение по всему миру. Так что же такое моноколесо? Из чего оно состоит? И как оно управляется? На 2019 год современное моноколесо выглядит примерно вот так. Хотя назвать его современным уже можно с некоторым натягом. Ведь этому колесу с момента его старта производства исполнилось уже два года. Что с точки зрения бешеной динамики развития моноколёс, вообще говоря, уже приличный срок. Итак, немного об узлах моноколеса. Само моноколесо состоит, ну собственно, из колеса, внутри которого расположен электродвигатель. И для того, чтобы этим двигателем управлять, нам потребуется контроллер, на котором установлен гироскоп. То есть устройство, определяющее угол наклона колеса. Ну и собственно сама литиевая батарея, да, для того, чтобы всё это питать. Конечно, кроме этого здесь есть всякие педальки, ручки, лампочки, кнопочки и прочее. Ну, об этом я расскажу в одном из следующих выпусков. Если интересно, обязательно подписывайтесь. И теперь немного о том, как оно работает и как им управлять. Если колесо не включено, то оно, по сути, представляет себя колесо. Я думаю, здесь вопросов ни у кого нет. Колесо видели все. Оно абсолютно неустойчивое. То есть, если я его отпущу, оно упадёт. Как только я включаю моноколесо, сразу включается электродвигатель, сразу включается контроллер, включается гироскоп, который определяет угол наклона колеса. И как только я пытаюсь наклонить колесо в одну из сторон, оно сразу начинает ехать в эту сторону, не давая его наклонить. Таким образом, при всём своём желании, наклонить моноколесо, если оно включено, я не могу. Это, в свою очередь, и гарантирует нам продольную устойчивость для ездока. То есть, упасть колеса вперёд или назад, ну, скажем так, фактически невозможно. А у воспоперечной устойчивости у нас есть некоторые проблемы. Сама езда на моноколесе, она, вообще говоря, напоминает эдакую езду на велосипеде без рук. То есть, вы едете и держите равновесие с помощью собственного баланса. Если вам надо повернуть, вы также применяете этот баланс. То есть, наклоняясь немножко влево, вы поворачиваете велосипед влево, наклоняясь вправо, вы поворачиваете вправо. Но моноколесо, оно предназначено для этой езды. Управление немножечко отличается. Я сразу скажу, оно на порядок проще, чем езда на велосипеде без рук. Но для того, чтобы к нему привыкнуть, потребуется некоторое время. Ведь с точки зрения физики, для нас его поведение поначалу кажется немножко непривычным. Ну и попробую объяснить, как работает моноколесо с точки зрения вот этой щёточки. То есть, оно всё время пытается подъехать под падающего ездока. Но единственное, что оно делает, только это по одной оси. Если вдруг ездок начинает падать вправо или влево, здесь оно никак не помогает. Здесь ваш расчёт только на собственный баланс. Спектр к применению моноколеса достаточно широк. Оно может быть как и развлечением, так может быть и вполне серьёзным транспортом. Например, летом или даже весной и осенью, когда позволяет погода, я оставляю машину и на работу, у меня работа расположена около 20 километров, я еду исключительно на нём. Научиться ездить на моноколесе может каждый, у кого есть две ноги и голова, соединённая между собой тулучи. В сети интернет вы без труда найдёте ролики, где на колесе рассекают дети или люди пенсионного возраста. У кого-то процесс обучения может занять час, а у кого-то неделю. Я обучил уже не один десяток желающих, и среди них были и такие, кто до последнего не верил, что у них получится. А сейчас они легко рассекают просторы улиц города. Так что дерзайте и не сдавайтесь, а я обязательно посвящу обучению один из моих следующих выпусков. По своим ощущениям, езда на моноколесе в чём-то напоминает катание на лыжах, или сноуборде. Да, такого адреналина, как в горах, вы, скорее всего, не испытаете. Но зато у вас нет необходимости тратить время на дорогу до горнолыжного курорта, стоять в очереди на подъёмник, не нужно ждать, пока он вас доставит наверх. А на колесе вы просто можете наслаждаться ездой, пока едете по своим делам из точки А в точку Б. Неплохое преимущество, согласитесь. Скорость современных моноколес в основном находится в диапазоне от 15 для самых простых моделей и до 50 км в час для топовых колес. Емкость аккумулятора большинства устройств колеблется от 150 до 1500 Вт часов, что даёт пробег на одном заряде аккумулятора от 10 до 100 км. Вес колеса, как правило, составляет от 10 до 30 кг. И нужно отметить, что пока тенденция идёт скорее в сторону увеличения веса и емкости аккумулятора. Но переживать по этому поводу не стоит. Своего опыта могу сказать, что поднимать колесо приходится довольно редко. Чаще катишь его за выдвижную ручку. Заезжаются колеса, как правило, от обычной розетки 220 Вольт. И время полной зарядки колеблется от 30 минут до 8 часов, в зависимости от мощности зарядного устройства и емкости аккумулятора. Стоимость электричества на 100 км пробега, по моим расчётам, не превышает 5 рублей. То есть примерно в 100 раз меньше стоимости передвижения на автомобиле. Вообще, уж если я заговорил о сравнении с автомобилем, позвольте показать, как выглядит моя дорога до работы на моноколесе и на машине. Сразу отмечу, время в пути примерно одинаковое. А если имеются даже небольшие пробки, то на колесе получается добраться быстрее. Вот так выглядит дорога на колесе. Мне повезло, мой путь проходит по живописнейшим местам города, по набережным, вдоль Кремля, по центральной улице города, по мосту через реку Аку и мимо Нижегородской Ярваке. А вот так выглядит тот же маршрут на автомобиле. И хоть слоган компании моего четырёхколёсного друга гласит с удовольствием за рулём, я часто ловлю себя на мысли, что удовольствия получаю на порядок больше, без руля и на одном колесе. Как-то у меня однажды был случай, когда мне пришлось ехать в командировку на поезде в другой город. И я подумал, дай возьму колесо. Перевещений планировалось много, а вось пригодится. Но уж очень не опасался, что намучаюсь с ним, ведь у меня и без того была большая дорожная сумка и тяжёлый рюкзак. Но, как оказалось, переживал я совсем напрасно. И возить сумку, повесить на выдвижную ручку, и даже ехать на колесе, перекинув сумку через плечо, оказалось куда удобнее, чем просто носить её. С тех пор, даже отправляясь в соседний магазин, я часто беру колесо с собой. Если покупок много, просто вешаю их на выдвижную ручку. Это и правда очень удобно. Ведь всё, что надо колесу, это хорошая погода и более-менее ровный асфальт. Оно также не боится ни дождя, ни снега, ни холода. Ну, если мы говорим о температуре до минус 10 градусов. Но единственное, чего всего этого боюсь я. Поэтому зимой в дождь я на нём стараюсь не ездить. Ну и в самых ближайших выпусках я расскажу, какие у него есть преимущества, какие у него есть недостатки. по сравнению с другими видами электротранспорта. Так что, если вам интересно, подписывайтесь на канал. Если остались вопросы, для вас комментарии. Ну, а если вам понравился выпуск и вы посчитали его полезным, вы знаете, что делать. С вами был Анатолич, канал Чёртово Колесо. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»